МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автограф дня в прямом эфире в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вот главное на сегодня. Променад высоких технологий. По городской набережной впервые самостоятельно прогулялся человек в экзоскелете. Храмы по морю обретают голоса. В церкви села Ломоносово установлены колокола. Средства собирали всей страной. И ледовые скульптуры летом. Невозможное стало возможным в Каргопольском экопарке Медвежий край. Итак, новый профессиональный праздник отмечаем сегодня. День кораблестроителя установлен в нашей стране 30 мая этого года постановлением Дмитрия Медведева. Дата 29 июня. Выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1667 году, царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первое российское военное судно, построенное по госзаказу и на государственные средства. И символично, что в год 350-летия с момента издания царского указа решено было учредить День кораблестроителя. Праздник отмечали на Севмаше. По видеоконференц-связи Северодвинцев поздравил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Поздравляю вас с этим праздником и желаю вам успехов, удачи и, самое главное, четкого, безукоризненного исполнения тех задач, которые ставит перед вами президент России. Работников Севмаша сегодня отметили почетными грамотными благодарностями за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие судостроения. Самостоятельная прогулка по набережной в экзоскелете – это первое подобное испытание и для человека, вставшего на час инвалидной коляски, и для высокотехнологичной конструкции. Оба справились на отлично, хотя очевидно, что полученный результат промежуточный. За ходом испытаний наблюдали Светлана Дейнека и Ольга Красулина. Мечта сбылась, мы прогуливаемся по набережной сами. Вчера у нас еще на тренировке мы преодолели ступеньки. Я поднялся за 9 лет и преодолел лестничный пролет первый раз за 9 лет. Тоже были незабываемые ощущения. В инвалидной коляске Сергей Рубинштейн проводит последние 9 лет, хотя год, как уже не прикован к ней. Мужчина – активный участник эксперимента, точнее большой исследовательской работы по внедрению экзоскелета в программу реабилитации людей с инвалидностью. Три раза в неделю он проводит тренировки в этой высокотехнологичной конструкции. У меня нет чувствительности в ногах, но она стала появляться после использования экзоскелета, год назад, появлялся все сильнее и сильнее. Экзоскелет – уникальная разработка компании «Экзоатлет» резидента фонда «Сколково». В Архангельской области оборудование представлено в единственном экземпляре – в отделении восстановительного лечения Первой городской больницы. Недавно с его помощью поставили на ноги 7 человек, перенесших инсульт. Но основные пилоты все-таки после травм позвоночника. У пациентов с травматической болезнью спинного мозга у нас прошло 23 человека. Это представители разных районов нашей области. Были у нас и гости из других городов, которые один-два раза пытались встать, походить в экзоскелете. Конечно, это очень мощный психологический фактор, когда человек встает. 12-летний Алеша сопровождает Сергея как группа поддержки. Мальчик не может ходить после ДТП. И то, какие успехи делает его старший друг, явно вселяет в ребенка надежду. Он внимательно прислушивается к комментариям пилота. Чтобы ножки ожили, чтобы они почувствовали команды головы, услышали. И поэтому я каждый раз ногой участвую, каждый шаг я делаю головой. Осталось только дождаться, когда разработчики выпустят специальный подростковый экзоскелет. Это социальный заказ компании «Экзоатлет» от нашего региона. Проект поддержан на самом высоком уровне областным правительством и корпорацией развития. Дело в том, что это единственная возможность активной вертикализации сегодня. Мы знаем, что у нас есть локоматы, но локомат – это статично. То есть ты человека помещаешь, и человек статично в реабилитационном отделении, в помещении работает. Как мы видим, экзоскелет сегодня дает возможность человеку прогуляться. Понятно, что сегодня с помощью медицинских специалистов, либо под присмотром, с чьей-то помощью, но это возможность. Нам не страшно такое мелочи? Я знаю, что вам ничего не страшно. Подъем по ступеням к вечному огню тоже первый, потому что это подъем без перил. И как закрепление успешной прогулки по набережной. Еще две маленькие победы. В копилку одной общей – над болезнью. И здесь Сергей Рубинштейн делит радость со своим инструктором – тезкой, который всю дорогу страховал пилота со спины. Но второй Сергей утверждает, что первый все сделал сам. Это экзоскелет реабилитационный, не ассистивный. Он не выполняет функцию ассистента, он выполняет функцию реабилитации. Поэтому я страхую и предотвращаю риск падения. Сергей устал? Нет. Не устал. Я тоже. Общее фото возле монумента Победы. А в это время, напротив, яхта «Мечта» бесстрашно рассекает волны тревожной Северной Двины под дождем и ветром. Все символично и правильно. Путь к мечте не бывает простым. И Сергей Рубинштейн давно встал на него и уверенно продвигается вперед. Светлана Дейнека, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. А теперь в Холмогорский район, в селе Ломоносово, восстановлена историческая справедливость. В местной церкви Дмитрия Солунского появились колкала. Памятник федерального значения, храм, как многие в стране, был закрыт в советские годы. Как же церковь обрела свой голос, расскажем прямо сейчас. Кажется, этот благой звук не заглушит даже самый сильный ветер. Храм будто сообщает на весь мир. Я жив, восстановлен и обрел свой голос. 3 июня в праздник Святой Троицы на Звоницу установили 7 колоколов. Изготовлены они были в городе Жуковском, Московской области. Вот я так понимаю, там заказ сделали на эти колокола. Но они, получается, именные для нашей церкви, именно Дмитрия Солунского. Закрытая в советские годы почти 100 лет церковь была в запустении и разрушалась. Пятиглавый Дмитриевский храм был открыт после реставрации в 2014 году. Возрождение долгожданное, но не первое в истории Святой Обители. Изначально храм был деревянный, но в 1718 году произошел пожар. Храм сгорел от попадания молнии. И крестьяне подают челобитную архиепископу Варнове, прося разрешения о строительстве нового храма. Он, конечно, дал такое разрешение, но строить велено было каменный и к нему колоколинку. Строительство этого храма началось в 1726 году. Участие в строительстве храма принимал юный Михаил Ломоносов, а его отец собирал деньги на строительство церкви. Теперь уже на восстановление колокольни средства искали потомки Великого Помора. Всем миром. Сбор средств мы начали в июне 2016 года с благословения нашего священника. И в течение года мы насобирали вот эту сумму. Собирали как селила Ломоносова все, так и помогали нам и из других окрестных городов, и даже из Москвы, и из-за рубежа. Сейчас у опекунов храма и духовенства другая забота, как обустроить систему отопления. Из-за ее отсутствия службы проводятся только летом, а паломники едут круглый год. Пусть пока не в теплый храм, но с теплом в душе. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. С 1 июля в Архангельской области заработает государственная информационная система ГИС ЖКХ. С ее помощью жители региона смогут отслеживать, на какие работы идут средства, оплаченные ими по квитанциям за коммуналку. Для этого все организации, занимающиеся управлением жилищно-коммунальным фондом, должны пройти процедуру регистрации в новой системе учета данных. Однако это требование федерального закона выполнили далеко не все компании. Определенная ситуация, определенным образом ситуация затянулась в регистрации ТСЖ, КИЗов, ТИЗов. Из 354 организаций, которые есть в городе, зарегистрировано 192. Динамика есть, но она недостаточно высокая, которой бы хотелось. Проблемы носят технический характер для регистрации в системе. ГИЗ ЖКХ нужна электронная цифровая подпись о удостоверяющих центрах в регионе всего 7. 6 в Архангельске и 1 в Котласе. В правительстве области настаивают, нужно сделать все, чтобы технические неурядицы не сказались на собственниках. Ведь в случае невыполнения плана у организаций, не зарегистрированных в электронной системе, будут проблемы. Та квитанция, которая выписывается гражданам по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги, и будет недействительна, если она не размещена. И со своего личного кабинета гражданин не может увидеть ее в этой государственной информационной системе. Соответственно, все расходы несет та управляющая организация, либо тот ССЖ, ЖСК, которые эту информацию в системе не разместили. Помимо этого, с 1 января 2018 года не засветившихся в ГИС ЖКХ компании будут привлекаться к административной ответственности штрафы от 30 до 250 тысяч рублей, предусмотренный отзыв лицензии на срок до трех лет. В Каргополе шестой день рождения отметил уникальный музей под открытым небом. На экспонаты там можно залезать, с ними разрешено селфиться и обниматься. Создатель экопарка «Медвежий край», народный мастер Архангельской области Николай Фомин провел для нашей съемочной группы небольшую экскурсию по своему царству деревянной скульптуры. Около 25 лет я занимаюсь ледовой и снежной скульптурой. Стали участвовать в различных фестивалях. И вот однажды съездила на фестиваль в Юговее, в Москву. И мы тогда в 92-м году заняли первое место. Всероссийский фестиваль снежной скульптуры. Ну и потом нас пригласили на передачу «Спокойной ночи, малыши». Так вот начали мы ездить в страны Скандинавии. Ну и вот так до Южной Кореи добрался. После этих поездок мне сын Сергей сказал, надо бы папе уже остановиться, далеко-то не ездить, а делать что-то свое. Ну вот так у нас начал появляться Медвежий край. Перешел я на деревянные скульптуры. И в основном он задумался как парк отдыха. Многие приезжают и спрашивают, а что означает Медвежий край? Я говорю, ну у нас все же Медвежий край связан с названием города Каргополя. А Каргополь в переводе с финно-угорского означает Медвежий угол, Медвежья сторона. Также вот мы решили сделать Медвежью сторону. Скульптуру в основном я создаю из ели, но ель надо высушить. Вот в течение примерно года-полутора она должна быть окореная, вылежаться. Сперва, конечно, надо сюжет этот выносить в голове, потом нарисовать. Дяденька один заказывал, что ты мне сделай злого-злого Медведя, чтобы у него клыки были. Я говорю, я не умею делать, у меня добрые они все получаются. Как-то я шел вечером, возвращался с охоты, смотрю, сидит птица. По-моему, рябчик. Ну и стрельнуло. А подхожу, оказывается, это сова. И дробина попала в глаз, и она на меня посмотрела человеческими глазами. Сказала внутренне, за что? У меня слезы навернулись тогда. На глаза я пришел, ружье поставил. Больше я на охоте не бывал с того времени. А теперь вот спасаю птиц. Птиц, зверей, кого они принесут. Эй! Индючки! Мы занимаемся изготовлением резных наличников. Это прорезная резьба. Она очень простая в исполнении и изящная. Что-то напоминает вологодские кружева. Но мы делаем узоры со смыслом. Есть, например, заговор на 4 ветра, заговор на плодородие, заговор на земледелие. А в руках вот у меня трафарет. Он выполнен из линолеума. Это луч солнца. Если вырезать вот таких 12 ровно лучей и разместить их по кругу, получится солярный знак. Солнце-оберег. В планах, конечно, есть создать музей северного наличника. Этот я уже вынашиваю тоже уже больше десятка лет. Но для этого нужно капитальное здание. Сейчас мы, конечно, участвуем в грантах, в конкурсах. И гранты эти некоторые выигрываем. Вот как на ледовый терем смогли построить этот ледовый терем, реализовать свою мечту 20-летнюю. Ну и также, я думаю, что музей северного наличника мы тоже сможем как-то в свое время осилить. Так что лучший проект, я считаю, что он еще будет впереди. Ну а пока вот вы видели, сколько там бревен лежит. 23 штуки. Это 23 скульптуры. Я думаю, что надо создать хотя бы за два года. Медвежьему краю, я думаю, что перспектива будет и будет хорошая. Столица Поморья в эти дни принимает соревнования по пожарно-прикладному спорту Северо-Запада. 12 сборных сражаются за право представлять округ на чемпионате страны, который пройдет в конце июля в Саратове. О том, каким трудом достается путевка в город на Волге, северянам расскажет Олеся Кокина. 9 команд из регионов Северо-Западного округа, плюс спортсмены из Ярославской и Тверской областей. Всего 280 человек. Архангельск встретил отличников пожарно-прикладного спорта боевыми погодными условиями. Но несмотря на дождь, главная цель каждой команды – победа. Это коллектив. Каждый должен пробежать. Каждого нужно в обязательном порядке оценить. Он должен показать свой результат. И в первую очередь этот результат должен пойти на пользу как команде, так и самому участнику. Соревнования по пожарно-прикладному спорту для спасателей сродни Олимпийским играм. За пределами полосы препятствий от навыков огнеборцев часто зависят жизни людей. Вместо классических спортивных снарядов – пожарные рукава и стволы. Даже разветвления индивидуальные – своего рода тотемы. С этим набором пожарные отрабатывают технику на тренировках. У нас посезонная подготовка сейчас. Например, мы до соревнований за три месяца нас освободили от службы. Мы тренировались. Пять дней, неделю, четверка с Ксией у нас была выходной. Среди фаворитов отборочного этапа чемпионата страны – сборная Санкт-Петербурга. У этих ребят на тренировке гораздо больше времени. От службы для подготовки к соревнованиям их освобождают на целый год. Коллектив своего рода элита пожарно-прикладного спорта. Чтобы бороться на чемпионате России, сильнейших набираем. И готовимся весь год к этому старту. Полосу препятствий проходит вся команда, каждый в своей группе. Самое зрелищное – взрослые мужчины. В финале этой дисциплины встретились три петербуржца и представитель Вологодчины. В лидеры выбился уроженец Ставропольского края, выступающий за Питер Станислав Титаренко. Юноша пока еще только курсант, однако спортивная карьера у будущего спасателя уже головокружительная. С девяти лет занимаюсь пожарно-прикладным спортом. Привел меня туда дядя. Начал заниматься, как бы все понравилось. Уже шестой раз чемпион мира стал. Следом за полосой препятствий – пожарная эстафета. Пока судьи и организаторы переставляют снаряды и готовят поле, спортсмены греются и разминаются. Первыми стартуют девушки. Задача каждой из четырех барышень – пробежать свою стометровку быстрее соперницы. Еще и преодолев препятствие. Перед финишем – настоящее фаер-шоу. На скорость участницы тушат огонь в специальном противне. Своего рода подготовка к командному этапу боевого развертывания. Он намечен на 30 июня. Олеся Кокина, Евгений Языков, Архангельское телевидение. Город Шенкруск официально принят в безопасное сообщество. В 1989 году по инициативе Всемирной ассоциации здравоохранения была создана международная сеть безопасных сообществ. На данный момент она включает в себя более 380 городов по всему миру. Теперь к ним присоединился и Шенкруск. Алексей Карельский продолжит. Присвоение Шенкруску статуса безопасного сообщества стало возможным благодаря реализации российско-норвежского проекта. С 2015 года на базе районной больницы начали вести регистр травм. Для этого опрашивали пострадавших, где при каких обстоятельствах они получали травмы, что этому способствовало. Нам казалось вначале, что это будет дорожно-транспортная травма. Нет. В лидирующей позиции вышли вот именно травмы, которые получают люди дома. Например, пожилые люди. Значит, пожилые люди, стеляя те же самые коврики, которые скользят по полу, получают, например, слом шейки бедра. Создав регистр травм, активисты проекта начали профилактическую работу. Выпустили брошюры по правилам безопасности, организовали акцию ледоходы, призывая жителей использовать противогололедные накладки на обувь. Давали рекомендации пожилым людям. Казалось бы, ничего особенного, но за рубежом такая работа давно приносит свои плоды. В наших безопасных сообществах уровень травматизма сократился на 25-30%. Норвежские партнеры оценивали работу своих коллег из Поморья по семи критериям. Город соответствует всем. Впрочем, о снижении травматизма в районном центре говорить пока рано. Скорее, о стремлении к этому. Чуть позже, после того, как мы получим уже явные, скажем так, способы снижения тех видов травм, которые мы определяем по регистру, мы эти вещи уже будем распространять и на соседние наши муниципальные образования. Важно отметить, что Шенкурск стал первым городом России, получившим статус безопасного сообщества. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. А сейчас к потребительской информации. Накопительство – это прошлый век, уверяют специалисты банковского дела. Если холодное северное лето заставляет вас мечтать о южных берегах, не обязательно откладывать поездку. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Все мы неоднократно произносили эту фразу, но все равно продолжаем что-нибудь откладывать – ремонт, отпуск или крупные покупки. Вместо исполнения желаний предпочитаем копить деньги, в надежде собрать нужную сумму через месяц, год или пару лет. Сегодня откладывать деньги на покупку – очень спорный тренд. Со временем все накопления теряют в цене, а товар, наоборот, чаще дорожает. Чем дольше мы с вами ждем, тем дороже нам потом обходится покупка. Бережливость и умение экономить – ценные качества, но зачастую в погоне за сэкономленной копейкой теряются десятки рублей. В случае, когда речь идет о поездке в отпуск, ремонте, покупке мебели или других крупных тратах, оптимальным будет привлечение заемных средств. Проще говоря, кредит. Во-первых, он оформляется быстро, в банке восточной зачастую этот процесс занимает 15 минут. Во-вторых, сумма. Не секрет, чтобы скопить сумму 100, 200 или 500 тысяч рублей, может потребоваться несколько лет. В нашем случае все решается в один день. Кредит – оперативная и, самое главное, экономически выгодная альтернатива накоплению средств. В подтверждении тезиса срок кредитования и процентная ставка. Какими они должны быть, чтобы не обременить бюджет средней российской семьи? В банке восточной действует фиксированная процентная ставка на потребительский кредит. Это гумальный 15%. То есть, как при сумме на 500 тысяч рублей ставка составляет 15% годовых, так и при займе 100 тысяч рублей ставка остается на этом же уровне. Максимальный срок кредитования – до трех лет. Специалисты Банка Восточной советуют, не стоит откладывать на завтра то, на что можно оформить кредит сегодня. Ирина Ившина, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Завтра автограф уходящего дню поставит моя коллега Олеся Койкина. Я прощаюсь с вами. Всего самого доброго.